Илюха, привет! Ну что, пойдем? Сегодня твой знаменательный день! Я вот не знаю, кстати, разрешат вам снимать или нет. Может быть и нет. Вот наличные пенсии, да? Получается, мы снимаем скрытой камерой. А ты снимаешь? Да. То есть? Не, обычно просто его расчет включить. И потом реквизиты нам снимать. Это будет обычно беспроцентно, да? Тебя поздравляю. Спасибо. Получается, таким образом процедура вывода денег происходит. Мы многократно уже записывали видео, как мы вводим деньги с компанией в Питере, там 7000, по-моему, мы выводили евро. Они там за 7 или за 5 дней пришли на евровый счет, и мы потом наличку сняли. Сейчас тоже самое сделали. Сейчас отправляемся в офис, так называемый свитер-кафе на Балтийском. Кстати, кто в городе Барнаул, всем советуем это заведение. Вкусная кухня и достойное обслуживание. Сейчас мы поставим деньги на вывод, покажем, как мы продаем золото. Будем показывать с камеры, не зная, как я хорошо это захвачу. Но думаю, все нормально. А, мы сделаем все с телефона, если качество будет падать. Так что, ребятки, извиняйте. Ну что, заходи к себе в Бэк, показывай, как там эта все процедура происходит. Так, смотрим, да? Илья Колтаков. Вот, у вас в команде два человека, ваш документ был, потому что... А, ты уже верифицировал, да? Угу. Подтвердился. И он верифицировался? Опа. Но документов нет. Получается, мы сегодня сделаем, кто он там, не поставим на вывод деньги, но самое главное, что мы сделаем, мы сегодня продадим золото твое, которое у тебя есть на бэке. Мы поменяли место локации, у нас теперь, мы зашли в соседнюю Коляно, мы уже успели с Илюшей и потренироваться, и попариться в бане, и теперь, теперь сейчас продолжаем делать. Просто у нас там были какие-то трудности. Ну, поехали. Заходим в личный кабинет. Вот, кстати, сейчас у нас офис выглядит примерно вот так, иксбокс, ноутбук и Илюша. Поехали. Вот, смотрим, заходим на и финансы, я надеюсь, что камера вам показывает все. Видим, что у нас на счету сейчас 51 грамм на хранение. Заходим в хранение. Не-не-не, вот, хранение, видишь, в праве. Илюша делает первый раз, поэтому такие робкие движения, но ничего страшного. Смотрим, да. Илья выполнил все условия договора, то есть, он закрыл свою таблицу заказов, ему начислилось, после закрытия таблицы заказов, ему начислилось 51 грамм. Золото по курсу, видите, за 50 грамм мы получили 1825 евро, компания нам начислила на такую сумму, а за один грамм нам начислила по 47 евро. Что мы можем с этим делать золото? Мы можем его заказать доставку на дом, вы можете посмотреть у нас на канале, мы уже это делали неоднократно, но так как Илья у нас получил первый результат, ему необходимы деньги, то есть, на первом этапе мы всем помогаем заработать именно деньги. Золото – это уже второй момент, о нем мы расскажем позже, но теперь мы продаем обратно в компанию по следующему курсу. 50 грамм мы продаем по 1726 евро, а 1 грамм мы продаем по 35 евро, то есть, тем самым компания зарабатывает на небольшом спрете от продажи именно золота, то есть, создается реальный товарооборот из слитков золота. Что мы видим? Общая сумма вознаграждения 1761 евро, давай жми «оформить продажу». Вуаля, то есть, мы продаем золото и у нас общая сумма 1760, подтвердить. Продать? Окей, я поздравляю тебя, Илья, ты продал первое свое золото. Поехали дальше. Закрываем. Следующее действие нам надо вывести именно на денежные средства на свой счет. Заходи «Мои финансы» опять, вот к нам пришел Колян, здорово. Заходи «Мои финансы», вот так, в магазин «Мои финансы» опять жми. Вот, смотрим, да, у нас сумма на евро счету получается 1760 евро. Отлично. Теперь жмем «Вывод средств», у нас есть на данный момент два варианта, «Окпэй», он, видите, 0,5% под общей суммы. То есть, выгоднее и моментальнее, ну, то есть, быстрее. Либо банковский перевод. Банк-трансфер берет 36 евро, то есть общая комиссия составит порядка 72 евро, но иногда, кстати, бывает и по 36 евро. Я еще сам не уловил, как мы так выводили денежные средства. Поехали, жми перевод. Заполнили все реквизиты. Особое внимание прошу обратить на то, чтобы вы номер счета, все, что стоит под звездочкой, как раз обязательно проверили на 5 раз. Потому что я делал ошибку, выводил 12,5 тысяч евро и допустил ошибку вот здесь где-то в цифре, я продублировал два раза одну цифру. Деньги мои зависли в банке, в корреспондент, ну, банк-корреспондент, зависли денежные средства, но компания в течение 5 дней решила этот вопрос и денежные средства поступили мне на счет. Я нашел ошибку, исправил и все стало на свои места. Итак, мы забили все дополнительные данные и отправляем запрос. Используйте недоступные символы. Используйте недоступные символы. Вау. То есть мы заполнили все по латинице, отправляем запрос. Ок. Запрос был отправлен, поля были сохранены. То есть мы теперь ждем, когда денежные средства у нас выйдут. Я надеюсь, что мы не допустили никакой ошибки и у нас денежные средства поступили в течение 5 рабочих дней. Ну что, Илья, могу практически тебя поздравить, скоро ты получишь денежные средства уже на свой счет, это самое главное. Тогда уже наша миссия будет выполнена. Мы показали с тобой путь от А до Я, как работает система, как работает бизнес-модель, как работает команда Голл Шаркс и, конечно же, твой первый результат. На самом деле, ребята, я очень доволен, я сейчас эмоции немножко скрываю. Ну, конечно, 12 часов ночи на улице. На самом деле, тренировки сходили, немножко устал, но я очень, на самом деле, доволен. Дальше больше, можно так сказать. Так что, да, жду вашу команду. Жду себя вашу команду. Ну, можно так сказать, ну, ничего, Ильша у нас волнуется. Да, я на самом деле не видеоблогер, но скоро стану. Конечно, но скоро появится, суки, показывает. Камеру я не буду их работать, но простыми словами, да, тут все работает. Наступил тот долгожданный день, когда мы идем теперь уже за кассу. Тот же самый банк. Это Балтийская, да? Балтийская 2, а, 39, Балтийская 39. Окей, ну давай, наличные еще не любите. Я уже, я здесь не тыкаю. У нас же по карте все. Ну, конечно, что похоже на эти монопольницы. Ага. Ну, все, погнали. Ну, все, я тебя поздравляю. Спасибо. Финиш, финишная прямая. Теперь что, ждем тех людей, которые ждали твоего результата. Да, стрём, ребят. Это такая же песня, как у меня, когда я только начинал, это что было, 3 года назад. Таких людей, которые говорили, давай, братан, сделай результат, мы с тобой пойдем. Ну, все, Илюха, теперь закрываем долги твои и двигаемся дальше. Скоро, кстати, будет очень интересная новость от компании. Так что, что? Ну, это нормальная, в принципе, пачка. Была бы, прикинь, она вся пятисотыми купюрами. Кстати, мелкие, говорю, похоже, как монопольные денежки раньше были, кто играл. Не знаю, играли в такую, нет? Ну, да. Ассоциации с этим почему-то. Евро, конечно, большие. Ну, все. Теперь мы дело сделали, да? Пора заканчивать наш выпуск. Кстати, у нас есть еще, посмотрите, ребят, два отзыва. Это Александр Китович. А вы спросите, это вот германские деньги? Немецкие деньги. Ну, германские. Да. Хочешь посмотреть, что ли? У меня есть, думаю, больше. Сколько у тебя? Давай поменяемся. Давай мы тебе поменьше дадим, а ты нам побольше. Нет? Я в Германии жил. Да? Молодец. Ну что, понравилось Германии? Да. Лучше, чем в России? Нет. Молодец. Ты любишь Россию? Да. Здорово. А тебе сколько лет? А? Тебе сколько лет? Нет. Двенадцать. Двенадцать, красавица. В школе учится? Да. На пятерке? Четыре. Молодец, дай руки, пожалуйста. Он только печаток надо снимать. Курточка-то легкая. Нет. Нет? Нет. Ну, понял. Ты молодец, что увидел деньги, так... А тут германские деньги. Ну, в банк вот тут выдают. Иди, сходите, тоже выдадут. Давай, мы все, мы погнали, короче. Давай, удачи. Нет, мы не снимаем.